Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш Никола, и моли Бога у нас! Светитель, очи наш Никола, и моли Бога у нас! Светитель, очи наш Никола, и моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь! 17 апреля. Житие во святых отца нашего Акакия, епископа Мелитинского. Святой угодник Божий Акакий был уроженец армянского города Мелитины и происходил от благочестивых и богобоязненных родителей, которые, не имея детей, молитвою и постом, и спросили себе у Бога этот благословенный плод. 18 апреля. Воспитав сына в учении книжном, родители отвели его к епископу того города и отдали на служение Богу, ибо так обещали, когда просили у Бога себе дитя. 18 апреля. Епископом города Мелитины тогда был блаженный Отрич. Это был тот самый Отрич, который на Втором Вселенском соборе святых отцов собраны в царствование Феодосия Великого против духоборца Македонии. Из числа 150 отцов был особенно твердым поборником благочестия. Феодосий Великий, император римский, царствов с 379 по 395. Еретик Македонии, имевший до соборного неизложения сан константинопольского епископа, нечестиво учил о неравенстве третьего лица Святой Троицы первым двум, признавая духа святого затворения Бога Отца. Ересь Македонии была осуждена на Втором Вселенском соборе, бывшем в 381 году в Константинополе. Святой Григорий Богослов, знаменитейший отец и учитель церкви 4 века, живший с 328 по 390 год. Вместе со святым Григорием Богословом и с другими ревнителями и защитниками православия, он крепко защищал его и ратовал против ереси. Такому-то благочестивому мужу, святому Отрию, и был поручен родителями блаженный отрок Акакий. Святой епископ Отри, провидев в отроке божественную благодать, поставил его в церковные клирики. Акакий же возрастал от силы в силу, преуспевая в добродетелях, ревностно исполняя церковные труды, совершенствуясь в добродетели и святости, стараясь быть каждому полезным. У него учился наукам и преподобный Ефимий Великий, будучи отроком. Преподобный Ефимий жил с 376 по 477 год и подвязался в трудах поста и покаяния в Палестине. Но святой Акакий был учителем не детей только, но и взрослых, назидая всех и словом, и примером своей добродетельной жизни, особенно когда достиг священнического сана и обязан был пищить о спасении порученных ему душ человеческих. Как избранный сосуд Святого Духа, он в свое время возведен в архиерейский сан, как вполне этого достойный. Когда святой Отре епископ Мелитинский перешел из этой жизни к Господу, то вместо него всеми единогласно был избран блаженный Акакий и по чину возведен на святительский престол, как горящая свеча, поставленная в золотом подсветчике для просвещения всей вселенной. Епископ этот так угодил Богу и был столь велик в своей святости, что сподобился дару чудотворений. Мы расскажем здесь в кратких словах некоторые из многих чудес его. Однажды случилась великая засуха, вследствие чего ожидался сильный голод. Весь народ был в большой скорби. Святитель Христов вместе с голодающим народом пошел к церкви святого великомученика Истафия, находившейся за городом, и там умолял Христова мученика вместе с ними помолиться Господу и спросить у него дождь для насыщения иссохшей земли. Потом он поставил неподалеку от церкви на возвышенном и открытом месте жертвенник и божественный престол, и начал здесь совершать бескровную жертву, со слезами молясь Господу. При этом преподобный не растворил в святой чаше вино водою, как обыкновенно это совершается, но, устремив свой ум к Богу, усердно молился, дабы сам Бог послал воду свыше и сей дождевой водой растворил в чаше вино, а вместе с тем напоил бы иссохшую землю. И молитва святого так была сильна и действенна, что тот час пошел сильный дождь, который не только растворил в чаше вино, но достаточно напитал и землю. Печаль всех людей, бывших там, превратилась в радость, и все прославляли и благодарили Бога. В этот год был обильный урожай плодов по молитвам угодника Божия Акакия. В той же стране была одна многоводная река, весьма часто выходившая из своих берегов и затоплявшая окрестные селения. Однажды эта река так сильно разлилась, что даже большие здания, бывшие невдалеке от нее, были совершенно затоплены ею, а некоторые даже были разрушены. Сейчас от часу, разливаясь все более и более, река эта угрожала затопить множество окрестных жилищ. Тогда святитель Христов Акакий, видя, что люди весьма страдают от этого наводнения, подошел к реке и, сотворив молитву к Богу, положил недалеко от берега камень, причем запретил реке переходить положенный им предел. В тотчас же вода вошла в свои берега, несмотря на то, что воды в ней значительно прибыли, так как русло ее сделалось уже. Река эта не выступала из берегов далее того камня, которым как бы каким препятствием святитель заключил реку в ее берегах. В 18 стадиях от упомянутого города было одно место, принадлежащее грекам и называвшееся Миосина, стадия 88 сажений. Весьма красивое и ровное. Среди этого места тянулась большая равнина, через которую по направлению к востоку протекала быстрая и чистая река, называвшаяся Азор или Азур. Эта река протекала через несколько озер. На самом же красивом и высоком месте там находилось идольское капище, окруженное садом или из плодовых деревьев, орошаемым водами одного из озер реки Азура. Это место было осквернено бесовскими мерзостями, так как здесь часто собирались греки, поклонявшиеся идолам, и приносили своим богам нечестивые жертвы. Святой Акакий, возревновав о Христе, захотел очистить это место и осветить для прославления на нем истинного бога. Для этого дела ему пришлось весьма много потрудиться, ибо языческие жрецы сильно противились его намерению, не отдавая своего идоложертвенного места. И когда святой стал строить там церковь во имя Пресвятой Богородицы, то те злые люди всячески препятствовали ему в этом. То, что выстроено было верующими за день, ночью нечестивыми идолопоклонниками, было разрушаемо. Но святой угодник Христов Акаки, вооружившись против них молитвою, победил врагов своих. Он с Божьей помощью разрушил идольское капище и построил храм в честь Божьей Матери. Осветив этот храм, он сделал обиталищем святых ангелов то место, которое прежде служило жилищем бесов, и устроил обитель при храме Пресвятой Богородицы для жития добродетельных иноков. Таким образом, там, где прежде совершались кровавые и нечестивые жертвы дьяволу, теперь стало приноситься бескровная, чистая жертва истинному Богу и каждодневные словословия и молитвы. По благодати Пречистой Богоматери, по молитвам Чудотворца Акакия, на этом месте совершались чудеса, в виде которые греки оставляли свое нечестие и обращались к вере во Христа Бога. Вспомним одно из бывших там преславных чудес. Случилось, что строители упомянутой церкви по нерадению своему непрочно устроили церковный свод, и когда святитель Христов Акаки совершал в алтаре божественную службу, свод этот наклонился вовнутрь церкви и уже был готов упасть туда. Видя это весь бывший в церкви народ, в беспорядке начал выходить из храма, святитель же воззвал «Господь, защититель жизни моей, кого устрашуся?» И тотчас было удержано падение свода церковного, и он, по молитве святого, как бы повис в воздухе поддерживаемой молитвой святого, как бы каким твердым основанием. И так было до тех пор, пока святитель совершил всю службу и вышел со своим клиром из церкви. Лишь только он вышел оттуда, свод с великим грохотом упал на землю, не причинив никому вреда. Однажды в другом храме в селе, называемом Самурия, тот же добрый пастор словесных овец предлагал духовную пищу своему стаду, проповедуя Слово Божие. Во время его беседы с народом множество бывших там ласточек своим громким криком заглушали голос святого и мешали народу слышать слова его, так что иногда почти совсем не было слышно слов, исходивших из богоглаголевых уст епископа. Тогда, остановившись на короткое время беседы к людям, святой обратился к ласточкам и повелел всем им именем Создателя умолкнуть и прекратить свой крик. И тот час ласточки умолкли, будто не в состоянии произнести ни одного звука, и совершенно улетели оттуда, оставив свои гнезда. С того времени ласточки не вели там гнезд, и если какая-либо из них случайно прилетала к тому храму, то не могла здесь всебетать. Но, как ни мая, немного полетавши около храма, улетала оттуда как бы кем гонимая. Неподалеку от города у святого Акакия был дом, в котором он жил еще до принятия епископского сана. Когда же он вступил на святительский престол, то обратил дом свой в больницы и убежище для нищих и убогих. Святитель часто навещал свою больницу, принося больным необходимое и сам прислуживая им. Однажды, придя к больным во время жатвы, он спросил их, всем ли они довольны и нет ли у них чем-нибудь недостатка. Они ответили, что у них всего в изобилии, и что только одно их мучает. Это множество мух, которые причиняют им большие страдания, садясь на них, на их язвы и струпы, и больно кусая их тела. Святой тот час помолился Богу, прогнал оттуда молитвою мух, и повелел мухам, не являйся туда более никогда. И так было до самой кончины угодника Божия. С того времени в дому, в том, не видно было ни одной мухи. Таково чудо, которое этот дивный муж сотворил по благодати Божией. Подобным же образом он повелел жабам, сильно кричавшим в озере, раздражавшим слух больных, умолкнуть. Спустя же немного времени он помиловал жаб и снова разрешил им, разрешил их от молчания, но только не сесело, ибо он дозволил им издавать свой крик тихо, а не так громко, как они кричали раньше. В безводном месте святитель извел из сухого камня источник студеной воды и напоил жаждущих. Многими и иными чудесами, чудесными действиями удивил мир этот великий чудотворец. Святой Акаки присутствовал на Третьем Вселенском соборе, бывшем в городе Ефесе, в царствовании императора Феодосия Младшего. Собор был создан в 431 году. Там вместе со святым Кириллом, патриархом Александрийским и другими святыми отцами Акаки не зажил нечестивого Нестория, патриарха Цареградского, хулителя причистой Девы Богородицы, и предал его анафеме. Несторий несправедливо учил о соединении в Иисусе Христе двух естеств, божеского и человеческого. Он говорил, что Иисус Христос родился от Девы Марии, как простой человек. Следовательно, с одним человеческим естеством, божеское же естество, будто бы вселилось в него только впоследствии, и по временам оставляло его. Святой Акакий был любим и восхваляем всеми святыми отцами и пользовался уважением самого императора. Мудро управляя Церковью Христовою, долгое время и сотворив множество чудес, святой Акакий мирно отошел ко Господу. Честное тело его было погребено рядом с телом святого мученика Полиевкта. С ним он предстоит ныне Господу и с ликом прочих святых прославляет Отца и Сына и Святого Духа, единого Бога, всею тварью славимого, вечно. Аминь. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.